Добрый день! Меня зовут Валерия. Я хочу поделиться с вами своей историей. Историей излечения моего ребёнка. Моему сыну 5 лет. Он ходит в обычный детский сад, он разговаривает. У него много друзей, он здоров. Я очень рада, что я могу произнести эти слова, потому что 3 года назад я могла об этом только мечтать. Когда ему было 2 года, в его поведении присутствовало много странностей. Он не отзывался на имя, он был капризный, он был поглощён в своих мыслях, он задумчив. Я не могла поймать его взгляд на себе. И я не могла понять, что с ним происходит, пока один из специалистов, нервопатологов, не сказал мне, что это признаки аутизма. После этого я искала информацию в интернете о том, что можно сделать, как это можно излечить. Но всё, что бы я ни находила, всё было посвящено коррекции, медикаментозному воздействию. И особого результата не гарантировало. То есть это был риск, возможно, были последствия. Мы пробовали медикаментозное лечение, но оно не дало никаких результатов. Я была в отчаянии, я не знала, куда обратиться, в глубокой депрессии. И как многие люди в этот момент обращаются к Высшим Силам, я также обратилась к Святой Матроне Московской. Потому что в душе всё равно надеялась на то, что есть какой-то путь исцеления, и что я должна искать, и что я обязательно найду. Когда в очередной раз я смотрела информацию в интернете, пыталась что-то найти, я случайно моткнулась на видео женщины Валентины, которая рассказала про своего сына Виктора. Виктор также страдал аутизмом, но ему становилось лучше. Он выздоравливал благодаря лечению в центре Бер-Давид. В тот момент мне это показалось, если не чудом, то чьей-то злой шуткой, потому что такого не бывает. Я столько информации перелопатила и понимала, что это практически невозможно, чтобы ребёнок стал здоровым. В три года мы обратились в Национальный центр материнства и детства. Нам было официально поставлено диагноз аутиза. И я решила, что мы должны поехать в центр и получить очное лечение. Когда мы туда приехали, все наши диагнозы были подтверждены Юсефой Эйхель и прочими специалистами, которые даже не видели наших выписок и анализов. То есть это настолько точная диагностика, как это я была просто поражена и узнала о всех своих болезнях, даже не показывая повторно кому-то свои анализы и выписки и так далее. Это лечение дало нам значительные результаты, принесло. Ребёнок мой начал потихонечку говорить, набирать словарный запас. У него изменилась форма черепа, он начал проявлять эмоции. Когда мы приехали, я никак не могла дождаться, когда начнутся разительные результаты, но всё как-то приходило постепенно. Постепенно он начал учиться и радовать меня всё больше и больше своими способностями. У него стал развиваться словарный запас, у него начало меняться терпение, уходить вот этот вот взмахи руками, тревожность. То есть всё как-то так очень-очень плавно начало сходить до нет. Очередная комиссия, психолого-педагогическая комиссия поставила нам ОНР третьей степени. Для тех, кто не в курсе, этот диагноз не означает, что ребёнок недостаточно хорошо владеет речью. То есть у него возможны проблемы в согласовании, в использовании времён и так далее. Есть незначительные отклонения. А так он полностью здоровый малыш. Ему рекомендована работа с логопедом и больше ничего. Это большой путь, потому что эти два года после лечения мы также усердно работали. Ребёнок начал самостоятельно развиваться и учиться. На данный момент, как я сказала, он ходит в обычный детский сад и получает дополнительные занятия у логопеда. И нам этого достаточно. Он уже довольно самостоятельный малыш. Он всё умеет. У нас нет никаких проблем с горшком, с поведением, с социальной адаптацией. То есть я не вижу... Я и другие, и специалисты, мы практически не видим никаких у него напоминаний, намёков на аутизм. Надо сказать, что это настоящее чудо. Давид также не раз помогал мне в возлечении Мирона при затяжных простудах, при высокой температуре. Я в любой момент могла обратиться к нему. Он до сих пор поддерживает нас и на связи с нашей семьёй периодически интересуется, как идут дела у Мирона, какие у него успехи. А успехами мы уже можем с счастьем поделиться, потому что ребёнок рассказывает стихи, он растёт творческим, он много рисует, пишет, у него много друзей, он читает. Он абсолютно нормальный самостоятельный малыш, чему я очень благодарна Центру, потому что наша жизнь — это наши дети, это видеть, как они развиваются и живут, и радуют нас, чего-то достигают. Когда этого нет, то, не знаю, я просто в тот момент, когда я узнала, что мой сын болен, для меня мир перевернулся. Я думала просто, что это просто начало, конца. Я не могу довольствоваться тем, что, допустим, что-то с ребёнком не так. Я никогда бы не смогла с этим смириться. И я очень рада с тому, что я с этим не смирилась и благодаря Валентине нашла Давида. Я хочу сказать вам спасибо, дорогие специалисты Центра. Пожелать вашему Центру процветания и всего самого хорошего. Спасибо, что вы есть в нашей жизни. Посмотри на меня. Перед тобой лежат картинки. Сейчас нам нужно с тобой эти картинки соединить. Вот я, например, беру картинку вот эту. Посмотри. Тянуть. Найди вторую картинку, которая вот противоположная. Толкать. Молодец. Тянуть. Толкать. Да, Вит? Хорошо. Дальше. Смотри. Положить. Положить. А здесь? Бежать. Побежать? Нет. А что? Книжку надо? Взять. Правильно, взять. Положить. Положить. Взять. Да? Да. Да. Правильно. Хорошо. Дальше. Посмотри. Плавать. Плавать. Утонуть. Молодец. Плавает кораблик. А здесь что делает кораблик? Тонет. Да? Тонет. Да. Хорошо. Дальше. Смотри. Здесь что делает мальчик? Делает по мосту. По мосту. Поднимается или спускается? Поймается. Поднимается. А здесь? Девочка. Что делает? Спускается. Спускается. Хорошо. Дальше. Дальше. Смотри, пожалуйста, сюда. Что здесь делает мальчик? Спит. Спит. А здесь? Проснулся. Проснулся. То есть засыпать. А здесь? Просыпается. Ты молодец, Умничка. Хорошо. А сейчас мы с тобой посмотрим на наши картинки овощей. Вот, что мы с тобой с овощами. Да. Сейчас мы с тобой посмотрим на картинку овощей. Нет. Это овощи? Нет. А что? Это фрукты. Молодец. А где растут фрукты? В саду или в огороде? В огороде. Фрукты растут в огороде? Нет. А что, где они растут? Фрукты где растут? На дереве. Ну, а дерево где растут? В саду или в огороде? В огороде. Опять в огороде? У нас полный огород деревьев. Да. Вот смотри, они у нас делятся, да? В огороде растут овощи, а в саду растут фрукты. Так, дальше идем. А это что? Овощи? Где растут овощи? На грядке или на дереве? На грядке. На грядке. Молодец, на грядке. А грядка у нас где? В огороде или в саду? На костю. Подожди, грядка где? В огороде или в саду? В саду. В огороде. В огороде. Правильно, в огороде. Давай сейчас расскажем про эти овощи. Что это такое? Баклажан. Правильно. Баклажан фиолетовый. А какой он по форме? Овальный. Овальный? Овальный. Правильно. Итак, смотри. Баклажан фиолетовый овальный, да? А этот баклажан, он твой? Нет. Как нет? Да. Мой баклажан. Мой баклажан.